Перед нами на столе целая коллекция камней разной формы и окраса. К сожалению, это не результаты геологической экспертизы. Это то, что извлекли из своих пациентов урологи Брестской областной клинической больницы. Мочекаменная болезнь – удел людей трудоспособного возраста. Как правило, в возрасте от 25 до 55 лет. К сожалению, мочекаменной болезнью страдают пациенты трудоспособного возраста. 80% всех пациентов – это люди от 20 до 55 лет. То есть самые трудоспособные наши люди. В общем-то, проблема эта серьезная, поэтому мы призываем всех вовремя обращаться за помощью. Когда выявляется случайно при профилактическом осмотре камень, даже если он небольшой, 4-5 мм, необходимо всегда обращаться к урологу, чтобы знать, что делать дальше. Сегодня официально с мочекаменной болезнью в мире живут более 5 миллионов человек. В основном это жители Западной Европы, а также Беларуси, России и Украины. Распространенность мочекаменной болезни зависит от состава воды – климатических, экологических, этнических, диетических и других особенностей. Конечно, проблему лучше предупредить, поэтому врачи настоятельно рекомендуют регулярно проходить медицинские осмотры. Это важно еще потому, что долгое время мочекаменная болезнь может не давать о себе знать. А чем запущеннее случай, тем сложнее с ним разбираться даже опытному специалисту. Для того, чтобы пациент выздоровел, необходимо вовремя обращаться, как и при любой патологии. Потому что чем крупнее камень, тем больше возникают проблемы от его избавления. И любой камень всегда вызывает какое-то хроническое воспаление почки. Любое воспаление почки ведет к подсепенному ухудшению функции, вплоть до полной утраты этой функции. Своё видение предупреждения рецидива мочекаменной болезни предлагают специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. В эти дни здесь начали проводить первые химические исследования почечных камней. Суть нововведения заключается в том, что каждый полученный экземпляр камень проходит детальное изучение по составу. На основании итоговых данных можно будет узнать, какие элементы стали так называемыми возбудителями заболевания, чтобы впоследствии их исключить. Диагностика химического состава почечного камня, его размер, количество помогает врачу-урологу, понять истинную картину заболевания, назначить эффективный курс лечения, а также для пациента обозначить индивидуальный режим питания. Определить химический состав почечных камней можно у нас в отделе судебно-химических экспертиз на возмездной основе. Стоить такое исследование будет около 55 белорусских рублей. Эксперты его проводят по заявительному принципу, поэтому обратиться к ним может любой желающий. Результаты на руки человек получит не позднее 14 дней с момента взятия проб на изучение. Продолжение следует...